В фронте Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины ЮГ. Сейчас на меня связи. Здравствуйте, Наталья, рада вас видеть. Слава Украине, рада вас тоже видеть. Наталья, ну очень переживаем за ЮГ в контексте того, какая там обстановка. Поделитесь, пожалуйста, самыми свежими данными. Вот вроде как из Запорожской области эскалация снизилась, так ли это? И ну вот расскажите, что вам известно. Да, действительно, ситуация на южном направлении достаточно динамичная и в то же время напряженная, потому что враг не хочет сдавать позиции, уплотняется, укрепляется и, опасаясь продвижения наших войск, даже минирует подступы к своим позициям. В то же время очарованные уровнем жизни в наших городах оккупанты свозят свои семьи в Херсон и крупные города Херсонской области для того, чтобы уже поселиться там, поскольку батюшка-царь сказал, что будет завоевывать эти территории и не отдаст. Они люди доверчивые, как мы с вами только что видели, слышали, и на это все ведутся. Поэтому вот ситуация на фронте, соответственно, отражает и их настроение. Они пытаются там укрепиться, но в то же время осознают, что боевые действия ведутся и наши силы продвигаются. Слушайте, вот говорит наша разведка о том, что в Мелитополе оккупантам не хватает холодильников для охранения убитых военных, о том, что они их хоронят просто вот где ни попадя. Что вам об этом известно? Правда ли это? Мелитополь, конечно, оккупированная территория, и поэтому абсолютно достоверной информации оттуда сейчас нет. Нет такой, чтобы однозначно подтвердить или опровергнуть вашу информацию. Поэтому давайте дождемся проверенных данных, и тогда будем говорить. Хорошо, смотрите, есть еще одно сообщение о том, что на юге оккупанты вынуждены пользоваться гривнами, потому что украинцы саботируют принимать рубли, отказываются. Вот, может, есть у нас какая-то информация о том, как они пытаются имплементировать там свое финансовое влияние в том числе? Если у нас есть такие данные. Они пытаются во что бы то ни стало подготовить население оккупированных территорий к празднованию Дня России. Они пытаются во что бы то ни стало обратить их в свою веру и паспортизацию. Они пытаются продвигать эти документы даже за вознаграждение, которое тоже пытаются выдавать в рублях. Но наши люди все-таки достаточно стойки в своих убеждениях. Во-первых, вообще не подаются на их эти инсинуации, на их предложения. А даже если вдруг кто-то пытается вступить в такую коллаборацию, то действительно люди предлагают лучше отдать гривнами, а не более конвертируют. Наталья, вот часто вот в нашей редакции мы связываемся и в эфирах 1 плюс 1 для того, чтобы инкогнито выпустить в эфир людей, которые находятся на временно оккупированных территориях. Но они инкогнито выходят, поскольку это большая опасность, да, выявить себя, фамилию, имя, отчество, ну и так далее. Что с этим связано, обязательно будут искать таких людей. Тем не менее, большие смельчаки находятся и вот рассказывают о том, что, например, Херсон и некоторые территории Херсонщины, вот люди не только не хотят пользоваться рублем, они пручаются и не хотят принимать никакого гражданства, никаких экономических благ, которые там Кириенко недавно приезжал, замглавы администрации Путина и так далее, какие-то обещали интегрировать экономику аграрии в Херсонщины, в модель экономики России. Ну, и людям в этих условиях приходится выживать. Но одновременно мы наблюдаем, как часто демотивируют херсонцы-оккупантов. Они повязывают желто-блокитные стрички на деревьях, пишет «Слава Украины» желто-блокитными красками. И одновременно так или иначе развивается партизанское движение. Что вы об этом знаете? Насколько оно сильно сейчас? Партизанское движение на Херсонщине – это просто пример, образцовый пример того, каким должно быть сопротивление украинской души тому самому навязанному русскому миру. Листовки, которые создают ребята там, проукраинские и в том числе и противооккупационные, они настолько говорящие, настолько яркие, настолько мотивирующие, что их сохраняют даже сами оккупанты в надежде, что потом смогут продавать как нумизматы марки. Потому что понимают тоже, что в скором времени закончится то, что называется у них спецоперацией, и им придется возвращаться домой и как-то выживать. Наталья, слушайте, ну Кремль хочет вроде как объединить оккупированные территории в отдельный федеральный округ Российской Федерации. И речь идет о том, что туда вот эти сепаратистские так называемые ЛДНР будут входить. О чем мы говорим? О все-таки ренессансе проекта Новороссия. К этому Россия сейчас склоняется больше всего в геополитическом смысле. Мы говорим о безумстве царя, который себя возомнил таким. И говорим о том, что мы продолжаем свое продвижение в восточном направлении для того, чтобы провести деоккупацию тех территорий, которые захвачены врагом. Да, ну вы как бы, я понимаю, почему вы сместили акцент. Нам просто интересно понимать планы Кремля. То есть они пытаются всеми усилиями назвать эту территорию своей, закрепить ее за отдельным федеральным округом. С целью дальнейшего шантажа Запада, возможно, на переговорах. Мы видим эту тенденцию? Очевидно, что они пытаются хоть как-то проявить свое право на эту территорию и утвердить свою власть на этой территории. Потому что даже назначенная ими коллаборантская власть населением не воспринимается. В который раз поднимается волна подготовки к референдуму. Теперь уже нарратив референдума меняется. Теперь уже нарратив о том, что будем входить в состав России. А до этого они пытались продвигать ХНР. Поэтому вот хоть как-то приспособиться, хоть за какие-то уши притянуть вот эту вот несуществующую нормативно-правовую базу. Это их отчаянная попытка доказать, что, наверное, все-таки мы имеем на это право. На днях было сообщение, что 10-15 километров от Херсона бои идут. Скажите, какая ситуация сейчас там у наших войск? Есть ли шансы приблизиться к Херсону еще ближе, для того, чтобы ни референдуми, ни эти включения в состав России не были возможными даже с логистической или инфраструктурной точки зрения? На данный момент действительно линия фронта очень подвижная, очень гнущаяся постоянно в разных направлениях, потому что продвижение войск происходит пульсообразно. Это действительно обосновано тем, что силы не равны, но стремление наше однозначно. Мы будем пытаться продвинуться еще. На данный момент действительно до Херсона каких-то 15-18 километров. И будем надеяться, что мы успеем до того, как в очередной раз продвинется идея референдума. Я правильно понимаю, у людей нет возможности покинуть оккупированную территорию? Выпускают только через сторону Крыма? На подконтрольную Украине территорию выходят? Совершенно верно, перекрыты все выезды из оккупированной части Херсонской области. И выезд невозможен. Те люди, которые пытаются прорваться каким-то образом, к сожалению, есть факты, они натыкаются на минные поля. Очень много дорог и полей и других участков местности врагом действительно заминировано. Поэтому, к сожалению, вот ситуация такая. Предлагается им выезд только в направлении Крыма. Спасибо, Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Силы обороны Украины. Юг была на прямой связи.